Я хочу проповедовать сегодня на тему, как приобрести мудрость. Как стать немножко мудрее. Я понимаю, что здесь вообще глупых людей нет, но думаю, хорошо бы и неплохо иметь вообще мудрости больше, да или нет? Вообще, что такое мудрость? Это правильно применённое знание. Да, да. Да. Если человек мудрый, он может правильно употреблять своё знание. А если у него нет мудрости, то и знания ему вряд ли помогут. Как приобрести мудрость? Вообще, мы нуждаемся в мудрости или нет? Как вам кажется? К сожалению, друзья мои, многие жизни разбиты только потому, что кому-то мудрости не хватает. Вот смотрите, как написано. Извиняюсь. Мудрая жена устрояет свой дом. А как дальше написано? А глупая разрушит своими руками. Понимаю, братья тут же отключились, потому что это к ним не относится, но это относится ко всем. Вы слышите меня? В Библии написано, в Библии написано, что мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Мудростью устрояется дом. С каждым днем мы становимся или мудрее, или глупее. Здесь нет золотой середины. Например, глупо делает тот, кто обижает других. Но в тысячу раз глупее тот, кто не прощает. Мудростью устрояется. В Библии написано, кто обретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Я хочу, чтобы Бог благословил вас в мудрости. Вы знаете, что мы здесь, вот в путешествии с этим прекрасным ансамблем, мной вопросы решали, даже вот находясь на фестивале, решали, кто у нас самый красивый. Мы можем и здесь эту проблему решить. Это не был какой-то конкурс красоты. Мы просто решили определиться. Это нормально. Я хочу вам сказать, к какому мы выводу пришли. Мы пришли к выводу, что красивый тот, кто красиво поступает. Да. А значит, у всех у вас есть шанс. И я вам этой красоты от души желаю. И мы еще отрешили, что тот человек, который улыбается, он всегда красивый. Вот так решили. А вам выбирать. Некоторые улыбаются. Но не все. Я говорю очень искренне. Улыбайтесь. Это вам идиот. Это вам к лицу. А суровые лица, они отпугивают людей. Они смущают аудиторию. У нас праздник. Господу, будьте мудры. И поступайте мудро. Я здесь для вас. И Христос желает благословлять всех, кто слушает нас сегодня. Несколько важных вещей. Чем отличается разумный человек от других? Хотите это услышать? Мой основной стих Якова 3, 13-14. Мудр ли кто или разумный из вас? Докажи. Докажи это на самом деле. Как? Добрым поведением с мудрой кротостью. Ибо если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Дальше я говорю своими словами. Написано, это не есть мудрость, сходящая свыше. Это мудрость земная, душевная и как приговор бесовская. Итак, чем отличается разумный человек от других? Обратите на это внимание. Все просто, как в телеграмме. Это сокровищница истины. Но если бы я сказал, поднимите руку в зале, кто здесь, глупенький, чуть-чуть. Руки не надо поднимать. Таковых людей мы вряд ли здесь найдем. Но Библия говорит, докажи. Докажи это себе. Докажи другим. Как ты можешь доказать? Не словами, когда ты строчишь, как с пулемета. А добрым поведением. А потом еще с мудрой, что? Кротостью. Все. Все очень просто. Докажи. И дальше написано. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, или свырливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. То есть, другими словами, не обманывайте сами себя. Вообще, чтобы почитать других, уважать других, надо обладать талантом. А чтобы завидовать, никакой талант уже не нужен. Докажи. Пример из Библии. Слышали такое имя Авиагея? Слышали? Это была удивительная женщина. В нее сочетание было двух вещей важных. Она написана была красивая и мудрая. Оказывается, можно быть и красивым, и мудрым. Нормально. И вот, кажется, на первый взгляд ей крупно не повезло. Потому что муж ее был, хоть и бизнесмен, но непутевый и злой. Злой настолько злой, что я лично удивляюсь, как можно с таким человеком жить. Вы можете прочитать эту историю дома сами. Но послушайте, пришел Давид однажды, а они шли пустынями с военных походов и были голодными. И они попросили вот этого человека, чтобы он накормил его воину. А этот злой человек сказал, я не собираюсь это делать. Мало ли там какие-то люди бегают по пустыне. То есть он сказал, бегите дальше. Давида как-то это все зацепил. Он решил, я же ему оберегал ее хозяйство. Когда я был здесь, у него ничего не пропадало. Ну нормально же, ответит добром. И он решил просто с этим человеком разобраться серьезно. И он сказал, там все не останется ничего живого. И вот с таким намерением он идет с армией к этому человеку. Но, я уже сказал, там была мудрая авиагей. Она услышала все это. Она берет подарки, ложит на своих ослов, машин тогда не было, и едет навстречу Давиду. И когда они встретились, она поднялась, склонилась на колени пред ним, и говорит Давиду, весь грех на мне. Прости безумие моего мужа. И сердце Давида растаяло. Вот эта мудрая женщина, она спасла всю свою семью. Скажите, слава Богу. Как приобрести мудрость? Мудростью устрояется дом. А когда ее не хватает, то дом что? Он разрушается. Я хочу, чтобы Бог благословил вас этой мудростью. Итак, несколько вещей, чем разумный человек отличается от других. Момент номер один. Разумный человек не станет огорчаться людской молвой и не будет завидовать другим. Все. Не будет он этого делать. Вы помните из Библии Каина? Помните? О нем написано, что он сильно огорчился. Почему? Потому что Бог принял жертву Авеля, а его что? Не принял. На первый взгляд кажется, ну, что здесь такого? Ну, послушайте. Бог принял жертву Авеля, потому что она была кровной. А без пролития крови, прощения грехов не бывает. Он принес ягненка. А Каин решил, что я и по-другому могу принести Богу жертву. Он был пахарь, работал на поле. И лучшее, что он там собрал, принес в жертву. И Бог этой жертвы не принял. Ему стало как-то обидно. Я же пахал. Я же вкладывал в себя. Я тратил силы и время. И вдруг такой результат. И написано, он сильно огорчился. И написано, поникло лицо его. Но еще раз, разумный человек, он не будет ни завидовать, ни огорчаться. Поэтому будьте мудры. Еще один пример из жизни Саула. Они возвращаются с очередной победы, Саул и Давид. И вдруг встречают ее люди с пением. И написано так. Когда Саул услышал это пение, он сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Пели одному и другому. Но спели так, что Саулу песня не понравилась. Потому что Давиду дали десятки тысяч, что он победил. А ему только тысячи. С этого дня он начал преследовать Давида с желанием его убить. В этом нет мудрости. Вы слышите меня? Мудрые люди, они не будут огорчаться или завидовать другим людям. Вообще вас огорчает то, что многие люди вокруг вас неправильно или нехорошо себя ведут. Огорчает или нет? У меня есть утешение для вас. Концентглс, мне ты же виноват. Бог разбираться с остальными будет. Мы не можем, друзья мои, при всем желании изменить всех. Хотя очень хочется. Но мы можем сами правильно себя вести. Да или нет? И в этом есть необычайная мудрость. Поэтому смотрите, например, апостолов. Смотрите, как они жили. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Вы можете это слово отнести к себе? В этом мудрости. Послушайте, я не знаю, как проходит ваша жизнь, но смотрите, есть вот такая жизнь. нас огорчают, чтобы влиять положительно на человека, надо чем-то обладать. к этому призывает нас всех Христос. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Нет ничего удивительного, когда человек радуется, когда он слушает прекрасное пение. и то не все радуются. Но нас огорчают, а мы песни поем. Вот где победа. когда вы пытаетесь на злобу ответить злобой, то тот человек, который пытается вас завести, если вы отвечаете взаимно, все ему становится легче. Знаете, почему? Потому что вы чем-то на него похожи. А попробуйте улыбаться. Попробуйте радоваться. Это есть жизнь, достойная христианина. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но что? Всем обладаем. Скажу вам честно, так может жить только тот человек, который свободен в своем сердце. Свободен от горечи, от зависти, от обид, от злобы. Он свободен. Ему хорошо и вокруг всем хорошо. Слава Иисусу Христу. Дальше, послушайте, разумный человек, он никогда не будет ссориться и делать так, чтобы другие ссорились. В Библии написано, ого, уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжижения ссоры. Почему люди ссорятся? Потому что на земле есть люди сварливые. Поэтому в Библии написано, лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Мужики опять сделают передышку, но это и к вам относится. Но это и к вам относится. Люди ссорятся, потому что есть сварливые люди. Еще один стих, лучше жить, я уже сказал, этот стих, поэтому от нас всех требуется самим правильно поступать. А праведные дела нашей поступки, они будут учить других людей любить, учить добру. Если вы не против так жить, то вы будете благословены. Вы знаете, чем отличается разумный человек от других? Еще послушайте, у разумного человека у него просто нету ни одного случая или причины, чтобы с кем-то поссориться. Он всегда готов ожидать больше неприятностей, нежели те, которые ему уже сделали или делают. Ну, например, как живут умные люди? Его оскорбили, а он sagt, слава Богу, что не побили. Его побили, а он говорит, слава Богу, что не ранили. Его ранили, а он говорит, слава Богу, что не убили. В этом мудрость. В этом мудрость. Такого человека завести невозможно, у него нет причины, у нас получается что-нибудь упало, где-нибудь споткнулся, и мы взрываемся. А то вообще нет причины для ссоры, разве это не прекрасно? Смотрите, почему это важно знать? В Библии написано, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, там нет ни радости, ни жизни. Две вещи, зависть и сварливость, все. Они могут отравить любую жизнь, они могут разрушить любые отношения и любую семью, зависть и сварливость, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. И я знаю, и я в это верю, если мы будем добрее, то злых людей будет меньше, ибо зло побеждается добром. Это наша миссия и это наше призвание. Благослови всех вас Бог. Еще чем мудрые люди отличаются от других. Разумный человек всегда поступает и отвечает своим обидчикам кротко. Он всегда поступает не мстительно, а кротко. Почему? На каком основании этот человек спокоен? Хотя ее оскорбили. В конце концов, не ты же виноват. Запомните, ничего из вас не выйдет, если он однажды туда не войдет. Если сердце свободно, друзья мои, никогда человек этот злым не будет. Почему? Потому что зла в его сердце? Нет. Люди, они только придавили тебя или нас. А наружу прорывается то, что в нашем сердце. Поэтому будьте мудрее во имя Иисуса. Смотрите, написано, кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает что? Ярость. Вот кротко ответил, и любой гнев ты можешь укрутить. Какая-то победа. Какая-то победа. Вы знаете, в чем наша проблема? Мы часто говорим тогда, когда надо молчать. И молчим, когда надо говорить. Если ты достаточно умный, выходи сюда, бери микрофон и проповедуй. Иди на крещатик, если этой аудитории мало. Давай, говори. Но часто у нас нет слов для выражения там, где надо говорить. И мы не в состоянии молчать или отвечать кротко, когда это надо делать. Но в конце концов, мы же когда-то должны научиться мудрости, так или нет? Поэтому, Господи, помоги нам во имя Иисуса. Запомните, человек становится несчастным, послушайте, не тогда, когда он потерял какие-то материальные блага, но когда он потерял рассудительность и доброту. Вы меня слышите или нет? Человек становится несчастным, когда он теряет свой человеческий облик. Вы меня слышите? Человек – это не только образ, который мы носим, но это наше достоинство, которое мы не имеем права терять. В Библии написано, кротость ваша, да будет известно всем человекам, Господь близко. Люди могут многое знать о вас, о тебе лично, какой ты хороший человек или наоборот, но что знают люди о вашей кротости? Что знают об этом ваши мужья или жены? Что знают о вашей кротости ваши дети? Во имя Иисуса, мудрость в том, чтобы вести себя и отвечать кротко. Даже если люди поступают с тобой плохо, если люди тебя оскорбили или унизили, есть путь к победе. Я извиняюсь, я вам прочитаю одно выражение, оно к вам не относится, просто послушайте. Послушайте, если человек не осознается в своих ошибках, хотя ему ясно на них указали, то чем он отличается от ослика? А этот не может сдержать свои страсти, чем он отличается от барана? А этот ищет, на кого бы накинуться, чтобы его обидеть, то уже он и не осел, и не баран, а просто дикий зверь. Но у нас должна быть другая жизнь. Запомните, люди в первую очередь наказываются не за грехи свои, а своими грехами. Но мудрость избежать все это. Следующее, чем отличается разумный человек от других? Разумный человек не зависит от внешних обстоятельств. Послушайте, он независим от отношения и поведения других людей. Как бы люди к нему не относились, как бы обстоятельства не менялись, он независим от них. Вы слышите, разве это не прекрасно? Какие бы ветры не дули, вот в Церкви Христовой написано, повей ветер с севера, и повей с юга, и польются ароматы. То есть, северный ветер, будут какие-то гонения, нападения, будет какое? С севера, с юга, и польются ароматы. Будет приятное благоухание. Бог будет прославляться. Южное ветре, вот как сейчас жарко, а мы Бога славим. Слава Иисусу! Разве это не чудесно? Разумный человек, он независимый от обстоятельств и поведения других людей. Как часто мы плачем, ой, если бы, да если бы кто-нибудь поменял моих возле меня, а самому-то меняться не очень хочется. Но Бог начинает работу из нас. И наши изменения или перемены должны быть не только внешними, но и внутри. Слава Богу за то, что Он заботится о нас. Смотрите, местописание. Павел говорит, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благовествования. Все было против Павла. Вы слышите? Не было никаких благоприятных обстоятельств. Но результат какой? Они послужили успеху благовествования. Я помню, Павел, помните, как он плыл на корабле, попал в бурю, еле же вы выбросили его на Мальту, остров. И там создалась церковь. Вот представьте себе, миссионеры, если таким путем куда-нибудь вы двинетесь, вы, находясь на том корабле, скажете, Господи, наверное, я не сюда попал. Вообще, почему я здесь и куда я плыву? Но Павел знал, что делал. Слава Иисусу Христу. Еще. Смотрите, как он говорит. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Но во всем желаем явить себя как служителя Божия в великом терпении, в бедстве, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Будьте такими людьми. Мы в отчаянных обстоятельствах, но что? Не отчаиваемся. Почему? Потому что мы уповали на Бога. Бог дал нам эту мудрую. Слава Богу. Будьте мудрыми. Дальше идем. Разумный человек, он знает, что делать и когда. Разве это не прекрасно? Смотрите стихи из Библии. Это первое, Паральпоменон 12, 32. Из сыновей Сахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. И было их 200 главных, и все братья следовали слову их. Было целое племя. Их было несколько тысяч, но 200 человек было мудрых. Чем они отличались от других? Они знали, что и когда надо делать. Я думаю, что все, кто сегодня присутствует здесь, это люди мудрые. Скажите, слава Богу. Порадуйтесь вот за себя. Кто-то отдыхает там, гуляет по крещатику, кто-то еще чем-то занимается. Но есть люди мудрые, которые знают, что надо делать и когда. И когда вы принимаете правильное решение, дьявол вам ставит подножки, препятствия. Но мудрый человек, его никто и ничто не остановит. Они знали, что надо делать и когда. Поэтому я хочу, чтобы действительно каждый из нас был человеком разумным. Чтобы вас убедить, что это важно, я приведу вам некоторые примеры из Библии. Например, пример у муравья. И жизнь у муравья. Но иногда нам проповедников не хватает. Вот послушайте, что у них написано. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия ее и будь мудрим. А чему я могу у муравья научиться? Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Он знает, муравей, когда и что надо делать. Он летом заготовляет пищу себе. Друзья мои, жатва уже созрела. Жатвы много, а что? А делателей мало. Мы думаем, что еще у нас впереди масса времени. Мы поэтому медлены и все чего-то ждем. Но этот муравей, он делает все хорошо. Если этого недостаточно, я хочу, чтобы вы еще поучились, например, у саранчи. Мне понравился тот один пример. Пожалуйста, поучитесь у них. Чем саранчи отличаются от других насекомых? Первое, что у нее огромный аппетит. Написано, у нее нету царя у саранчи, но выступает она как? Стройная. Стройная. Ну, первое, давайте разберемся с аппетитом. Библия говорит, что сытая душа попирает и сот. А голодной все горькое, сладко. Вы здесь? Вам здесь что-то подходит, нравится? Все зависит от состояния нашей души. Саранча, она не просто кушает, она просто жрет, извиняюсь. Аппетит бесподобный. Еще какое одно преимущество саранчи. Написано, она выступает стройно. То есть, они действуют в единстве, в гармонии, а как мы? Ну, хотя бы у саранчи, ладно? Готовы вы поучиться? Нет? Но выступает она стройно. Один все за всех, а все что? Как бы хотелось, какая была бы жизнь, если бы это было так? Послушайте, в Библии написано, там, где мир, там благоденствие и жизнь навеки. То есть, там, где присутствует единство, там люди отдыхают духом, душой и телом. Туда люди бегут. Не из дому, а домой. Потому что там уют. Там человеку хорошо. Вы меня слышите? У саранчи нету царя, но выступает она стройно. Еще один пример. У саранчи есть крылья, но она не летает. Она может прыгать, но достигает невероятных территорий. Вы скажете, как? Она просто, Бог вложил в ее мудрость у саранчи, и она, когда ветер начинает дуть, она, ей стоит достаточно подпрыгнуть вот так, расправить крылья, и понеслось. И уже в следующей стране, в государстве, жди беды, сожрут все. Вы знаете, я здесь, чтобы сказать, вам осталось, вы уже пришли, сейчас надо еще чуть-чуть подпрыгнуть, чтобы Божий поток, он увлек вас. Божий поток течет здесь, он полон воды. И на основании Библии, кто войдет туда, тот будет обновлен и исцелен духом, душою и телом. Нам не спослан Дух Святой. Это сила для победы, для твоей поддержки, написано, не воинством и не силою, но Духом моим говорит, Господь. Иосиф был мудрым, так или нет? Соломон был мудрым. Вот смотрите, что сделал Иосиф в свое время. Написано, и будет пища в запасе для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Все. Бог дал ему мудрость, он знал, что через семь лет будет голод. И он дал указание, собирайте запас, делайте запас. И вот представьте, я вот думаю, за Иосиф, ну собирал он два-три года, люди с пониманием относились, может быть, даже кто-то им помогал. Но через пять лет изобилие, наверное, было немало тех, которые говорят, Иосиф, смотри, из года в год пищи не меньше, а больше, изобилие растет. Слушай, подумайся, остановись. Но мудрый человек, он не только намечает цель, он достигает их. Семь лет быстро закончились, и наступил жесточайший голод. Умирало все и все, а у Иосифа был, что? Хлеб. В этом есть мудрость. В этом есть мудрость. Пример еще один из, можно сказать, из области насекомых. Вот, например, стрекоза. Вы слышали, как такая есть сказка «Лиси» целое лето пропела оглянуться, как зима глядит в глаза. Что это за жизнь? Это под каждым кустом, извините, развлечений и фан. Я развлекаюсь. Я говорю, мы часто встречаемся с студентами, я говорю тем, кто любит фан, любит развлечение другими словами. Я говорил им всем, что вас ожидает в будущем, если вы будете фанить, развлекаться. Вас ожидает следующее фан, фан, а потом профан. профан в учебе, профан в музыке, профан в жизни. Стрекоза. Еще раз, целое лето как пропела, оглянуться, не успела, как зима глядит в глаза. Один человек так сказал, орд, у меня хроническая болезнь, до обеда мне всегда хочется кушать, только покушал, мне хочется спать. И такое впечатление, что мне на работе мало платят. Стрекоза. Мы можем учиться в Библии, мы можем учиться в окружающей нас природе. Я здесь, чтобы сказать, приобретайте мудрость, она драгоценнее золота. Во имя Иисуса. Еще, разумный человек, он ведет за собой других. Написано, и все братья следовали слову их. И все братья следовали слову их. Если ты руководитель или лидер, а за тобой никто не идет, то ты прогуливаешься. Лидер это тот человек, который может не только знать, куда он идет, но он может увлекать за собою других. Ну и последнее, если у вас еще не пропало желание быть мудрым человеком, мудрые люди, они дорожат временем. В Библии написано, итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумны, но как мудрые, дорожа временем, потому что одни что лукавые. В этом есть величайшая мудрость. В чем она состоит? Время, оно бесценно. Потеряешь время, потеряешь жизнь. Если вы слушали здесь стишок, который здесь звучал, там было сказано, немножко времени. Если вам этого недостаточно, я хочу продолжить эту тему и сказать вам следующее. Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубые, а завтра мы нежные. И завтра мы будем добрей. Бог говорит сегодня к нам прямо сейчас. Он желает помочь тебе сегодня. Дорожи этим временем. Возможно, оно в твоей жизни больше никогда не повторится. Мудрые люди, они дорожат временем. Цените то, что дал тебе сам Бог. И последнее, как можно приобрести мудрость, если вы согласны ее иметь. Согласны или нет? Первое, просите мудрости у Бога. В Библии написано, ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разума. Как часто вы просите об этом у Бога? Библия говорит, что просите немало не сомневаясь. Он дает просто и что? Без упреков. Если ваша жизнь разрушается, если у вас нет нормальных отношений, проблема в чем состоит, не хватает мудрости. Бог он дает просто и без упреков. Дальше живите в страхе Господнем. Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех исполняющих что? Заповеди Его. Вот все. Как ваша проходит жизнь? Послушайте, вы ходите перед людьми или перед Богом? Жить в страхе Божьем это понимать, что Бог все видит, Бог слышит и все понимает. Это прекрасная жизнь. Начало мудрости страх Господень. И последнее или предпоследнее внимайте обличению и наставлению. Написано отвергающие наставления не радеет о своей душе. Кто отвергает наставления и обличения тот не радеет о своей душе. В этом нет мудрости, а кто внимает обличению тот приобретает мудрости. Я надеюсь вы что-то услышали здесь на этом месте. Приобретайте мудрость. Говорите Господь я принимаю, помоги мне жить так, как хочешь этого ты. И последнее, если вы хотите быть мудрыми, исполняйте Слово Божие. Почему? Библия говорит, и так всякие, кто слушает слова мои, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который дом построил свой, как на камне. Другими словами, испытания, неправильные отношения, огорчения, даже злоба, они придут в жизнь каждого человека. Но все, что построено на песке, оно неминуемо разрушится. Но тот дом, который построен на камне, он устоит. В этом наша надежда. Устремляться в воды, пойдут потоки, но тот дом, который был построен на камне. И тот человек, он благоразумен, он будет непоколебим, и он устоит. Я заканчиваю эту тему, как приобрести мудрость. Хочу закончить снова этими словами, и мы будем что-то петь для вас. Хочу закончить словами с этого же стиха. Послушайте, мудрые люди, они дорожат временем. Нам кажется, завтра мы будем прилежнее и лучше, полезнее, добрее. Сегодня мы грубые, но завтра мы нежные, и завтра мы будем добрее. Мы завтра поедем в далекие страны народом о Боге вещать, и завтра начнем перевязывать раны в больницах больных посещать. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год, а что, если завтра возьмет и обманет, а что, если завтра совсем не придет. я хочу вам еще и еще рассказать, приобретайте мудрость. Если вы находите себя недостаточно мудрыми, просите у Бога мудрости. Если вы чувствуете, что вы в чем-то неправы или виновны, покайтесь пред Богом. Помните, хорошо тому и только тому, чье сердце свободно. Хорошо тому, в чем сердце нету никакого зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Если в вашей душе нет мира и покоя, тебе нужен Христос. Приди к Нему и скажи, Господь, прости меня, помилуй меня, измени мою жизнь. Я хочу служить тебе. Да будет имя Бога благословенно. Ему вся слава. Аминь. Сейчас мы будем петь псалом, который говорит о том, что у нас есть добрый небесный отец, который любит всех присутствующих здесь и давно ждет, когда мы возвратимся к Нему. И если вы еще не пришли к Нему, вы можете это сделать сегодня. Будьте мудры. Выслышите меня. Я часто говорю, я не знаю, как вам живется без Бога, но мы здесь, чтобы сказать, что с Богом лучше. Можно жить и в интернате, но дома лучше. сын мой. Сын мой. сон. История, ПЕСНЯ Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Моё сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не очень, я добрый отец, я оба отче родной. Моё сердце с тобой, мой сын дорогой. Моё сердце с тобой, мой сын дорогой. Грех, барьер, глухая стена, грех — это без сна и пропасть без сна. Небо без слёз, а ночь так длинна без сна. Грех произвёл, неприступнейший бал, ты уходил, когда я взрывал. Грех, барьер, глухая стена, грех — это без сна. Моё сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не очень, я добрый отец, я оба отче родной. Моё сердце с тобой, мой сын дорогой.